Добрый день! В студии Евгений Касьянов в аналитической программе «Давайте разберемся». Сегодня мы завершаем ответы на вопросы, которые поступили на сайт Запру. И сегодня вместе с программным директором холдинга «Запмедиа» Анатолием Гриценко мы вот эти вопросы будем обсуждать. Добрый день, друзья! Вопросы мы уже тут большинство зацепили, но есть и такие, которые вот прям конкретная конкретика. Поэтому давайте сегодня с этого вопроса мы и заскочим в нашу программу. Евгений Юрьевич, ответьте, пожалуйста, почему краевые власти не решают проблему жилого комплекса «Шинши»? В Забайкальске, несмотря на обращение китайцев, вложивших в его строительство более 100 миллионов юаней. Ведь такое равнодушие, а по сути обман китайцев нашими властями, препятствует привлечению китайских инвестиций в край, отпугивает их, показывает необязательность краевых властей. Проблемы «Шинши» решаемы, просто нет желания, их решить ни у кого. Приглашаю в Забайкальск. Это наш слушатель из Забайкальска, зритель, да? Да, 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 да. На самом деле то, что связано с Забайкальском, проблема гораздо глубже и гораздо шире. Дело в том, что автопереход, вот тот, который существует в Забайкальске, он построен в конце 90-х годов, запущен. Он запущен в рамках федеральной целевой программы по комплексному развитию поселка Забайкальск. То есть существовала единственная, кстати, в Забайкальске за все время его существования федеральная целевая программа по развитию поселка Забайкальск. Она была подписана, эта программа, черномердином, тогда премьер-министром, 8 января 98-го года. И вот, собственно, с этого началось движение по переходу, потому что там происходило. Кстати, несмотря на недостаток вот всех денег, переход был построен, ну и там комплекс мер был сделан. Железная дорога выполнила свои обязательства. На железной дороге все вопросы были решены, даже более того, они как бы ушли вперед в этом отношении. А вот все остальное в Забайкальске было попросту провалено. Теперь вернемся опять к проблемам перехода. Вот он как 20 с лишним лет тому назад построен в том виде и существует на сегодняшний день. Да, там небольшие технические изменения, ну, за счет приобретения каких-то железа, каких-то моментов там. А в принципе, вот он как есть, так и остался. Вот на что он рассчитан по техническим параметрам. В то время. В то время. По пассажиропотоку, по грузовому потоку. Он так и остался в сущности. Ну, потому что мы это видим в общем. Когда мы говорим там о злой воле таможенников или пограничников, надо еще не забывать одно, что эта воля упирается в технические возможности самого перехода. Вот никто не рассчитывал, скажем, на пересечение 400 тысяч человек в год. Никто не рассчитывал на тот поток транспорта, который проходит. Дорога там автомобильная стала совершенно другой до Забайкальска. Она же ранее, куски вообще там асфальта не было. А теперь вот нормальная трасса существует там. Никто на это не рассчитывал. Поэтому вопрос упирается еще в реконструкцию перехода. Но переход это не безвоздушное пространство. Когда мы в конце 90-х годов говорили о развитии Забайкальска, мы говорили о комплексном развитии. Там надо было все развивать. И инфраструктуру, и ЖКХ в Забайкальске и так далее. И все это было запланировано. Потом все это исчезло по дороге, условия какие-то бизнес-интереса и так далее. На сегодняшний день, вот в том состоянии, в котором он существует, Забайкальск не может развиваться. Там нет свободной земли, например. Там вся земля разобрана. Там какие-то фирмы по доле 21 получают 50 гектаров вдоль границы. В нарушении всего, что только можно было. Всех законов и так далее. Все наши выдающиеся органы, которые должны смотреть за этим, все это взирают с олимпийским спокойствием. Налоги за землю не платятся. Там возникают какие-то мифические зерновые терминалы, у которых непрерывно, вот сейчас по новой меняется состав учредителей. Какие-то логистические терминалы и так далее. Все эти терминалы, они носят такой вот виртуальный характер. Посмотрите, что там с уплатой налогов за землю. Налогов за аренду вот этой земли. Это же просто поэма. И почему власти... Вот там вопрос, краевые. А региональные-то, местные-то власти, они где? Ну тут, видимо, человек уже понимает, что к местным даже способом не обращаться. Все дело в том, что там настолько деградировала система управления и поселком, и районом. А деньги туда на самом деле идут, и идут и немалые. И вот в это упирается. А вот теперь то, что вопрос по Шанши. Там интересная история. Вот китайский инвестор каким-то образом получает участок земли под застройку. Строятся два девятиэтажных дома. Но когда вы строите дом, вы же вместе с этим получать должны разрешение на подключение, технологическое присоединение и так далее. Должны. 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 Одновременно. Дома построены, технологического присоединения нет. Когда я года два тому назад тоже делал передачу по этим вопросам, и вот показывал ту трансформаторную подстанцию, которая должна была запитать вот эти два дома, она была построена. Вот после передач, прошедшей у нас, давайте разберемся по вот этой теме, подстанция благополучно сгорела на второй день. Причем, что интересно, каким образом она сгорела, это вообще непонятно, потому что она не была подключена, она была обесточена. Вот так происходит в Забайкальске. Пока в Забайкальске не наведен порядок с землей, пока не наведен порядок с привлечением инвестиций и так далее, и так далее, мы будем находиться в том же положении. Вот смотрите. Так как кто наводить-то будет? А наводить должны прежде всего и краевые власти, раз, но и местные власти тоже, и власть района, и власть поселка. Без этого у нас ничего не получится. Теперь вот смотрите дальше. На 2021 год планируется, планируется, пока нет никаких, что это отменит, значит, вопрос о реконструкции автоперехода. Ну, наконец-то, вроде как сдвинулось и так далее, и так далее. Больной момент для многих. Но опять, переход не должен повиснуть в безвоздушном пространстве. Надо решать вопрос о комплексном развитии поселка Забайкальска, в поворотах в Китай и так далее. Ну, хватит уже позориться-то. Ну, позориться-то, позориться. Это огромная возможность для инвестиций, привлечения китайских инвестиций. Ну, прежде всего, это понятное дело. Ну, и российских-то тоже. Это логистический центр для передачи в китайской стороне объемов груза и так далее, и так далее. Если вот этим одновременно, с переходом не заняться, мы через 2-3 года столкнемся с тем же самым и так далее. А то, что сейчас в Забайкальске, ну, съездите, посмотрите. Извините за выражение, называется Шайтан Арба. Таким образом, это дело происходит у нас в Забайкальске. Но ведь мы, когда в прошлой передаче обсуждали проблема деградации управления и в стране, и в крае, государственного управления. Тем не менее, вот это все ведь продолжается. У нас происходит какой-то странный управленческий хаос, который царит вот везде. Ну, это сейчас видят абсолютно все. Вот просто каждый день. Потому что в связи с пандемией, которая происходит, понятно, что здоровье и забота о нем, они должны быть на первом месте. Но при этом есть же важный момент. Должно же быть взаимодействие. Я вот этого вот слова, по-моему, они даже не знают сейчас взаимодействия. Потому что что происходит в правительстве? Вообще у нас в Забайкальском крае тут кресла меняют. Посмотрите, Антон, у нас, с моей точки зрения, для высших чиновников Забайкальского краевого правительства основная трудность – это запомнить ту должность, в которой они находятся на сегодняшний день. Вот у нас, скажем, возникло, нигде в России такого нет, Министерство инвестиционного развития. Сокращенно называется МИР. Вот этот вот МИР, он у нас существовал. Вот, значит, господин Чуркин привлек уже, наверное, 2 триллиона, как он обещал, инвестиций. Если мы окно откроем, посмотрим, трубы заводов уже колощадца. Вот, значит, 3 волны торов, как он сам говорил, 3 волны торов. Уже пошли друг за друг. Да, они, значит, хлынули. У нас пока, кроме как от наводнения, ничего не хлынуло. Но, тем не менее, вот 3 волны торов. Теперь, вот этот господин Чуркин трансформируется во что? И вот этот МИР, он трансформируется в Комитет по планированию и развитию края. Комитет по планированию, туризм и инвестиции, опять как пинг-понги, отлетают в Министерство экономического развития. Причем слово развитие, оно вот, ну, я вообще предлагаю заменить его на английское слово development. Ну, как-то вот оно. Так вот, отлетают оттуда. Теперь, значит, вот этот Комитет, и Чуркин во главе этого Комитета в должности министра будет заниматься стратегией. Так, подождите, Комитет, а он в должности министра. Он в должности министра. Интересная схема. Комитет будет заниматься стратегическим планированием. Самое забавное, что по федеральным всем установкам прогноз социально-экономического развития, который делается каждый год, и делается перспективный прогноз, это функция Министерства экономического развития. А вот Комитет по планированию, вот как сказано там в документах, я вам скажу, он будет заниматься стратегией, стратегией социально-экономического развития, но стратегия, я понимаю, лет на 25. Значит, условиями для промпарков, создания промпарков, потому что, видимо, ТОРов и ТОРов у нас в крае уже недостаточно, надо теперь промпарки создавать. Дальше... Ну, они же, видимо, на бумаге уже создали ТОРы, поэтому дальше двигаются. Наверное, так? Промпарков-то нет на бумаге, по крайней мере. Вот. Вот. Инновация и инфраструктура. Вот это, значит, это. Я как бы вношу такое предложение, что сюда надо включить в их дела еще конкретные пункты. Это скоростную электричку до Манжури, это халяльные бараны, которые мы будем продавать в Иран по 40 килограммов веса, и надо включить вызов искусственных осадков. Вот тогда вот эта вся структура, наконец, заработает. Дальше создан еще и создается Департамент по развитию районов. Ну, это в связи с вот этой историей по изменению структуры в районах, что невыборное это все, да? Я так понимаю, видимо, с этим. Это все настолько мало сопрягается со структурой, что очень сложно. Вообще, есть одно глубокое замечание Григория Алексеевича Явлинского в свое время. Он сказал таким образом, что есть два пути реформ. Один реалистичный, а другой фантастический путь. Вот реалистический путь заключается в том, что к нам прилетают инопланетяне и делают реформы. А фантастически то, что это реформы мы делаем сами. А теперь смотрите дальше. Ведь не только мы, как краевой какие-то органы, но ведь администрация города, она не отстает. В креативе-то вовсе не отстает. Ну, это да. Вовсе не отстает. Вот сейчас, смотрите, создано в Чите. В администрации Читы создает лабораторию идей. Как он звучит, да? Лаборатория идей. Они будут препарировать идеи? Нет, там не так. Значит, я полагаю, что господин Сапожников будет заведующим лабораторией за ФЛАБом. Старший лаборант там будет Ерилов. У него масса идей уже, он озвучивал. Ну, они примерно того же плана, что халяльные бараны, скоростная электричка и вызов искусственных осядков, прямо то же самое, что озвучивал Ерилов. Это вот город, вот этим вот занимаются. То есть, посмотрите, что происходит у нас. Вместо реальных дел, вместо реального развития экономики занимаются каким-то, вот то, о чем упоминал Явлинский, да, так вот, к сожалению, как бы десант инопланетян, которые должны прилететь и реально сделать у нас что-то в экономике края, вот у нас с этим возникают большие проблемы. Вызываем Илона Маска? Ну, что же делать? Потому что больше никак. По поводу, вот, маленькая ремарка, вот вчера было мероприятие, ну, мы записываем в пятницу, друзья, эфир, было мероприятие по поводу тополей, которые сверлят, рекламные конструкции, там такое непонятно, кто прав, кто виноват, пока ищут, поэтому вот этот момент не трогаем, пока ищут, пусть ищут. Найдут и разберутся, я надеюсь. Вот был сити-менеджер, да, глава города, Александр Сапожников, и он говорит в присутствии людей, всех там представителей из администрации, там же тендеры, конкурсы, но заключили в итоге договор, по которому город не имеет вообще ничего, он только платит. То есть смысл, как бы, у нас по сути город заключил договор аренды с рекламными компаниями, сдавая им кусочки земли под их конструкции. В итоге город с этого не получает, а еще платит, и в судах еще и проигрывает, и теперь еще и деревья туда же, и конструкции, которые тут падают. Когда за управление берутся люди, не обладающие ни образованием, ни компетентностью, ни какими-то экономическими знаниями, вот имеем мы тот итог, который имеем и в муниципальных образованиях, и в крае, и в стране. Какой должен появиться, я не знаю, орган, человек, высшая сила, чтобы был нормальный, прозрачный, видимый контроль за этим делом, в конце концов. Вопрос хороший, но, мне кажется, больше риторический, и мы постараемся в следующих передачах эту тему затронуть. Я сам напишу, зайду на сайт zap.ru и там напишу вопрос. Вы тоже, друзья, еще можете, есть такая возможность. Мы постараемся ответить на эти вопросы. Вот об этом сегодняшняя наша передача, об этом хотелось сегодня поговорить. Всего вам доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова